Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Сегодня мы как обычно с вами поговорим о необычных вещах и отправимся в Эфиопию. Да, в этой далекой стране мне хотелось бы рассмотреть с вами вот такие вот образования. Аксумские обелиски называются. Такие вот огромные стелы. Как бы очень интересное образование. До сих пор неизвестно в принципе для чего они строились, какое их предназначение. Много споров здесь по их предназначению, но никто толком не знает. Такое вот уникальное строение, которое имеет признаки какие-то псевдоокон по бокам. Там их достаточно много. Ну а внизу, вот здесь вот странно конечно не видно, но внизу есть еще и псевдо двери. Ну мы более подробно посмотрим это все по фотографиям непосредственно. Всего в эфиопском городе Аксум имеется порядка где-то 200 обелисков. Ну какие-то из них там упали, покосились, либо стоят в первозданном просто-напросто виде. Ну кстати говоря, некоторые из них локализованы в одном месте. Это так называемый парк Стелл. Некоторые стеллы имеют подобие, вот как я уже сказал, дверей в нижней части монумента. А также имитацию вот определенных окон. Ну нужно поближе рассмотреть это все дело. Вот посмотрите, на этом изображении мы очень четко, хорошо видим. А внизу вот такая вот дверь, имитация вернее даже этой двери, говорим. То есть это просто вырублено в скале и с обратной стороны тоже присутствует. Очень интересный момент, друзья мои. Вот поверхность этих образований украшена геометрическими узорами. Они выполнены с поразительной точностью, что указывает на высочайший уровень мастерства ксумских строителей. Просто вот идеально выполнены. Узоры эти весьма оригинальные и в других культурах не обнаружено ничего похожего. Вот это тоже, конечно же, впечатляет. Так вот, все стеллы сделаны из базальта и гранита. А месторождение этого всего материала находится в 6 километрах от Аксума. Представляете, вот для того, чтобы их доставить к месту изготовления и установки, потребовалось, ну, просто колоссальнейшие усилия, не так ли? Каким образом они такие махины сюда доставляли? Да вытачивали это все. Вот, кстати говоря, в 2005 году в парк была возвращена стела из Италии. Да, да, вот только в 2005 году все никак итальянцы не отдавали этот монумент. Так вот, ее перевозили по трем частям. Она весила 160 тонн. Кстати говоря, забрали ее еще в 30-е годы, когда оккупация Эфиопии была. Видишь, итальянцы, европейцы, они же такие добрые, все пушистые и никогда не выступали в качестве оккупантов и разрушителей. Так вот, грузили это все, друзья мои, с помощью огромных кранов и доставлялась также огромным самолетом. Кстати говоря, основная длина стела составляла порядка 24-25 метров. Но вот больше интерес представляет вот эта стела, друзья мои. Она упала сама, либо ее тут свалили, конечно, сложно сказать. Это вообще просто громадина. Ее вот длина составляла 33,5 метра. Ну, а по тяжести это почти 500 тонн. Представляете, 500 тонн. Каким образом просто-напросто в те времена смогли поднять 500 тонн люди, не имея современной техники, я же уже сказал, даже по современным возможностям стелу в 160 тонн перевозили вот тремя частями. Потому что, ну, невозможно 25 метров и 160 тонн перевезти как каким-то образом там сразу же. Потом ее установили, собрали здесь, конечно же. Вот. Но это 500 тонн. Вот только вдумайтесь, вот каким образом это все было установлено. Как люди, не имея технологий, все это сделали. Может быть, на самом деле кто-то помогал все-таки. Или, может быть, были другие технологии, которые нам не подвластны. Но какие-то там рычаги не были известны, какие бы установки не были известны там нашим предкам. Ну, 500 тонн это, конечно же, что-то с чем-то. Ну, наверное, были умнее нас. Ну, вот это вот сам парк. Предназначение данных объектов до конца не ясно. Некоторые утверждают, что это был некий такой символ храмов. Другие исследователи утверждают, что это всего лишь навсего надгробные памятники и могли быть аналогом так называемых египетских пирамид. Своеобразные, конечно же, такие дома мертвых как бы. На самом деле, друзья мои, ни одна из версий на данный момент не может считаться достаточно убедительной. Давайте рассмотрим тоже еще несколько изображений. Я вот, честно говоря, не особо понял, что здесь. То ли это под обелиском находится какой-то вход подземный такой, то ли внутри него все-таки есть какие-то полости. Хотя вот здесь мы видим, это такой полноценный монолит, согласитесь. Вот еще одно изображение, Аксумский обелиск, все название вроде бы присутствует. Ну, возможно, это под ним какой-то грот, что ли, создан здесь. Ну, странно, конечно. Может быть, вот эти вот как разохранения здесь каких-то высокопоставленных вельмож и производилось. А может быть, один из... А, ну нет, хотя, смотрите, здесь кладка, наверное, это все-таки подземка какая-то. Ну, тоже, знаете, как бы удивительные такие вроде бы архитектурные изваяния, но информация так, скудненькая такая, как бы тоже немножечко, может быть, и похожа на скрываемую какую-то информацию. Хотя, опять же, когда не знают, может быть, и особо не распространяются о таких... Есть несколько панорам, друзья мои, люблю их рассматривать, так как можно оглядеться по сторонам, посмотреть, как все здесь выглядит. Сам обелиск. Здесь вот, наверное, только-только установка, что ли, ведется, непонятно. С другой стороны, вот эти вот все стоят на месте. А может, выравнивали его так, вытягивают, зафиксировали, чтобы он не упал, не знаю. Ну, вот это вот такие подземельные гроты, которые мы сейчас с вами, наверное, смотрели. Наверное, все-таки, да, под обелиском это все находилось или где. Или рядом здесь, может быть, и захоронение. Опять же, как захоронение, говорят. Возможно. Вот такая вот структура, смотрите, такая симметрия, как это люди изготавливали все. При помощи зубива, да, и молотка, как мы говорим сейчас. Без всех расчетов, без всех технологий. Может, были какие-то технологии, как вы считаете, друзья мои? Пишите в комментариях обязательно свое мнение по всему тому, что вы увидели. Ну, а мы с вами давайте посмотрим последнюю панорамку. Такой интересный. На этом я буду заканчивать сегодняшний такой, сегодняшний необычный ролик. Надеюсь, он вам понравился, был немножко хотя бы полезен и интересен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!